Привет, меня зовут Анна, мы с вами продолжаем изучать математику, и сегодня мы говорим на тему табличного вычитания. По плану мы с вами посмотрим, как можно вычесть число из числа по частям, а также поговорим про вычитание с помощью состава числа. Два способа вычитания, как вы увидели, мы сегодня будем рассматривать. Итак, смотрим на наш шкафчик с ячейками. Мы видим здесь, опять же, два столбика, в каждом столбике по 10 ячеек. В эти два столбика, в эти 20 ячеек разложили кружочки, желтые и зеленые. Считаем количество всего кружочков, сколько их всего. Мы видим, да, первый столбик у нас полный, здесь, значит, 10 кружочков, и во втором столбике еще два кружочка, то есть всего 12 кружочков. А теперь смотрим, сколько зеленых кружочков у нас. Всего 4 зеленых кружочка. Таким образом, мы с вами из 12 должны вычесть вот эти 4 зеленых кружочка, чтобы узнать, сколько у нас всего желтых кружочков. Конечно, когда перед вами картинка, очень легко взять и вот так пальчиком посчитать, и у вас получится правильный ответ. Но мы с вами учимся на математике вычислять в голове, да, устно, без различных рисунков, поэтому будем сегодня это делать. Таким же образом мы можем из 12 вычесть 4. А мы с вами смотрим на то, что мы это число 4 можем вычесть по частям. Сначала мы смотрим, да, что у нас число как бы разделилось, да, количество зеленых кружочков разделилось на две части. У нас два кружочка во втором столбике и два кружочка в первом столбике. Таким образом, мы с вами вычли сначала два, вычтем сначала два кружочка во втором столбике, а потом оставшиеся еще два кружочка точно так же зачеркнем уже из первого столбика. То есть, как это мы вычисляли? Мы из 12 вычитали не просто 4, а сначала мы вычли 2, которые были во втором столбике, а потом еще 2. Почему мы вычли сначала 2? У нас есть число 12, и оно состоит из 10 и 2. И нам удобно с вами это число 12 при вычитании довести до круглого числа. То есть, забрать вот эти 2 единицы, чтобы у нас осталось всего 10. А потом из оставшихся 10 вычесть 2, которые мы еще не вычли. То есть, получается 12 минус 2, это будет 10, и еще минус 2, это получается 8. Очень легко. Как еще можно? Каким образом? Мы с вами можем вычесть таким образом. 12 минус 4 мы с вами можем использовать состав числа. Каким образом? То есть, мы можем не 4 раскладывать на удобные для нас числа, а число 12. Мы знаем, что 12 это 4 и 8. 4 и 8. Это состав числа 12. То есть, 12 это 4 и 8. Если мы из 12 уберем 4, да, вот мы их зачеркиваем, это и это, у нас остается 8. Смотрите, здесь два способа. Первый способ вычитания по частям, а второй способ с помощью состава числа 12. Если мы знаем, из чего состоит число 12, то мы очень легко сможем с вами вычесть, да, и узнать правильный ответ. Давайте потренируемся еще на одном примере. Вот у нас с вами кружочки. Считаем общее количество кружочков. Здесь у нас в первом столбике 10, во втором столбике 5. Итак, нам нужно из 15 вычесть 6. То есть, первый способ это вычесть по частям. То есть, число 6 мы вычитаем не полностью, а раскладываем его, да. Сначала мы вычитаем 5 кружочков, которые у нас с вами во втором столбике, а потом оставшийся один, который в первом столбике. То есть, 6 мы как бы с вами раскладываем на 2 числа. 5 и 1. 15 минус 5 мы знаем с вами, это 10. И минус 1 это остается 9 желтых кружочков. Таким образом, мы с вами нашли, да, ответ, сколько желтых кружочков. Но точно так же мы можем с вами вычесть из 15 и 6, зная состав числа 15. Мы знаем, что 15 это 9 и 6. Да, или 6 и 9, да. Если нам нужно вычесть от 15 и 6, мы их зачеркиваем, у нас остается 9. То есть, два разных способа, которые мы можем с вами использовать. Но обратите внимание на то, что, используя второй способ, вам нужно очень хорошо знать таблицу сложений. Если вы знаете, что 9 плюс 6 это будет 15, то вам будет легко из 15 вычесть 6. Но если вы не знаете, да, если вы забыли таблицу сложений, то, конечно, легче будет пользоваться первым способом, то есть, 15 довести до круглого числа, да, до 10. Из 15 до 10 лишним, да, оказывается 5 единиц, которые мы с вами убираем из 6, да. И еще надо вычесть единицу, да. То есть, 15 минус 5 и минус 1 получается число, вычитаем по частям. Вот это будет удобнее, если вы забыли таблицу сложения. Если вы таблицу сложения выучили полностью, то вы можете выбирать любой способ, который вам будет удобно. И это очень здорово. Это дает вам возможность считать гораздо быстрее и правильнее. Ну что, подводим итог. Мы сегодня говорили про вычитание числа по частям, а также говорили про способ вычитания с помощью состава числа. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока.